Елена Зольникова, многодетная мама, на прием к спикеру ЗАГС Собрания пришла со своей бедой. В этом году, 19 января, в поселке Вяткино Судогодского района случился пожар. Частный дом, где жила семья, сгорел дотла. К счастью, никто не пострадал. Сейчас Елена одна воспитывает четверых детей, младшему из них меньше года. Временно судогодская администрация выделила семье двухкомнатную квартиру. Но как дальше решить жилищную проблему, женщина не знает. Землю под строительство семья получила по государственной программе. В сгоревший дом вложили все деньги. Сейчас на Елене висит выплата кредита, а сама женщина в декрете. Продать землю теперь тоже затруднительно. Она у меня не продается, потому что там очистные сооружения. У меня уже порядки десятка человек отказались от этой земли. Очистные сооружения, прямо она у вас рядом с очистными сооружениями? 30 метров, да. Вот эта вот речка, вонючка. Проблемы семьи спикер ЗАГС Собрания взял под личный контроль. Для начала молодой маме готовы подсказать, какие меры поддержки семей в такой ситуации существуют на законодательном уровне. О проблеме с очистными сооружениями в Вяткино Владимир Киселев тоже в курсе. Нечистоты действительно попадают в местную речку, а по ней в другие водоемы области. Строительство новых очистных сооружений стоит около 100 миллионов. Решать вопрос нужно вместе с исполнительной властью региона. Давайте мы этот вопрос к губернатору напишем письмо по этому вопросу, по источническим сооружениям. Нам надо что-то делать с ними. Жительница Владимира Ольга Грашина пришла с законодательной инициативой. В квартире, где живет ее семья, есть газовый котел, а их многоэтажный дом в целом отапливается централизованно. Женщина рассказывает, что сейчас ей приходится платить и за центральное, и за индивидуальное отопление в квартире. Выяснилось, что жилищная инспекция сделала предписание на основании правила 354.2011 года, где есть формула общая, не разделяющая жилое и нежилое помещение оплату. И поэтому нам, так как есть у нас автономное отопление или нет, мы в нее не попадаем. И нам начисляется полностью оплата за помещение наше жилое. Хотя мы отрезаны от центральных труб полностью. Как и все жильцы дома, Ольга готова платить за тепло в нежилых помещениях дома, подъездах и подвалах, но при этом не тратить деньги на тепло в своей квартире дважды. Женщина уверена, что в формулу оплаты тепла на законодательном уровне нужно внести необходимые корректировки. Это вот не согласование какое-то, я думаю, что между ведомствами и федеральными нужно решать. Поэтому мы приняли решение обратиться в правительство, в председатель правительства Российской Федерации, с тем, чтобы данный вопрос был решен разумно. Общественник Сергей Полуэктов готов развивать патриотизм в регионе. Его предложение – провести фотоконкурс ко Дню Победы и заняться развитием народного проекта «Улицы Победителей». Так уже много лет называют улицу Совхозную во Владимире. Когда-то там построили свои дома участники войны, а теперь живут их семьи и бережно хранят память о родных. Каждый год накануне Дня Победы на улице проходит праздник. Его поддерживают сами жители, общественники, представители городской и областной власти. Развить эту идею можно в других районах области, а в будущем возможно и по всей стране. Ведь свои герои были везде. Не только наша улица. Уже есть поселок Победителей, поселок Бутылицы в Меленковском районе. Мы не говорим, что давайте нам денег на этот проект. Нет. Нам нужна организационная поддержка. Владимиру Киселёву идея тоже понравилась. Патриотические проекты всегда поддерживают в регионе. С предложением найти свои улицы Победителей в районах области, законодатели обратятся к муниципальным властям.